Илья, показывай нам свой дом. Мой дом, вот он. Он называется лесной геометрический дом. Почему так? Ну, потому что у него много фигур. Он сделан из квадратов. Только смелым покоряются моря. Помните старую песенку? Эти дети – смельчаки будущего. Они не замахиваются на дальние походы. Они мечтают переделать, перестроить и, главное, преобразить свой собственный город. Архитекторы будущего видят Минск ярким, смелым, но и эргономичным и дружественным природе. Удивительно, в свои 6-7 лет эти дети может куда предусмотрительнее многих взрослых. Это многоквартирные жилые дома Минска 2067 года. Вот рассуждение детей, их представление о жилых домах будущего. У нас представлено 80 проектов детских. Это работа детей от 6 до 13 лет. Я хотела бы жить в доме экологии, потому что он вообще состоит из земли, а внутри только тонкий слой очень крепкого и теплого клея, который нагревает стены. В инновационной школе детям не преподают какую-то одну конкретную дисциплину. С малых лет ребят мотивируют фантазировать. В формах, жанрах, словом, креативить без ограничений. В прошлой четверти малыши снимали фильм, в будущей собираются писать книги. Ну, я думаю, каждый ребенок быстро для взрослых, для них, может быть, не очень, но он становится взрослым. И, как говорится, чем раньше он вольется во взрослую жизнь, как бы не хотелось дольше оставаться детьми, тем подготовленнее он будет в будущем. То есть вы уже с сыном обдумывали, что, может быть, он станет архитектором? Ну, возможно, да. И это не исключено. Мы показывали, призусловно, нашим преподавателям-архитекторам, это практикующие архитекторы, и, по мнению преподавателей, и нашего руководителя школы Александра Новикова, он тоже архитектор, конечно, можно многому научиться у детей и поучиться их представлениям, как они думают не только о том, чтобы дом был, не знаю, функциональный, но и о экологии они думают в этот же момент, они думают о том, какой он будет размер, какая будет атмосфера в доме, в котором он будет жить. Это очень интересно. Визуальное искусство, еще и полезное городу, заинтересовало Минскую галерею «Арт Беларусь» и стало выставкой. По отзывам зрителей, впечатляющие на уровне прочих взрослых европейских экспозиций модерн-арт. Сегодня заинтересованных зрителей маленькие архитекторы приглашают ознакомиться с работами в интернете. Презентация каждого дома есть на сайте проекта. Как знать, а вдруг и состройщику к какому приглянется? Мы бы не отказались от причудливого офиса, например, или дачи. А вы вдохновлялись смелыми решениями Ольга Михаленко и Артем Артеменко. Наше утро. Субтитры создавал DimaTorzok